Всем здрасьте! Сижу, значит, у вампира перевожу сегодня и вдруг понимаю, что так хочу булочек после того, что увидела, учитала и практически услышала буквы эти. Что вспомнила, что вообще хотела черники купить и поехала на рынок часовской. А черники там нема, и что она бывает вроде как только утром, и то не факт. И еще... В общем, в итоге я пошла в магазинчик, где когда-то иногда бывала. Но что-то там с выпечкой тоже был напряг. Но что-то меня так склинило. Еще встретила двух знакомых. Одну хорошую, другого лучше бы не видеть. Не будем о грустном. И сталкер. Вот такой. Пошла я, короче, в общем, в итоге еще в один магаз, а потом получилось, что села на автобус, который бы на старой квартире меня бы довел практически до дома. Но на этой он уже не туда идет. И вышла еще в один магаз зашла и как раз вот столкнулась с одной такой хорошей знакомой. В общем, купила я себе пирожок без никто с вареной гущёнкой. Это выше Лиги было. Бананы вяленые. Без никто одни бананы вяленые. Что-то около 50-ти рэ. Пирожок будет 12. Курага. Турция. 49 без каких-то копеек. Вот такая вот. Там еще была одна курага. Что-то вдруг грустнулось мне. Вообще не люблю изюм, но я его люблю в сухом виде. И вот купила я себе желтого изюма. Может быть, возьму его в деревню. А потом, значит, у меня тхы сумочка. Что же я еще-то купила? Купила я себе, кстати, надо посмотреть. Вообще вечером еще сходить в магазы купить для деревни. Кое-чего, но обозревать уже не буду. И купила я себе, надо глянуть, что у меня там. Есть записной блокнотик, где написано у меня, что в деревне закончилось и что надо принести. Короче, привезти. Плати меньше, живи лучше. Черный чай, 100 пакетиков. Вот такой. Что-то он тоже около, не знаю, 40, что ли, 49, 50 рублей как-то стоил. Что-то мне совсем сгрустнулось, как бы сказала подруга Яковлева. Я купила себе соку, честная цена персик, 1 литр. В составе персик, лимонная кислота, сахар или типа того и вода. Ну, как обычно в соках бывает, в коробочках, которые. Нахрена там лимонная кислота во всех этих соках и сахар в довесок еще, да? Если можно без лимонной кислоты и сахара обойтись. И еще вот курага королевская уже в России выпущенная, выращенная. 40 и сколько-то копеек. Ну, 41 без 12 копеек. Вот еще курага, да? Купила я себе фундук очищенный, 1 килограмм в России. Ну, в смысле, тут, конечно, не килограмм один, а 104 грамма за 1 килограмм 649 реп. Считайте, сколько у меня вышло на 104 грамма. Все-таки не удержалась и земнулась. Гамена сай. Потом я себе купила немножко арахиса. Не совсем немножко чуть побольше, чем немножко как его там забыла звать. Инжира, не инжира. Курагиню, кураги. Фиников. Вот. Так. Потом я зашла в корейские салаты, хрен знает, как они сейчас называются, и меня там на сумму 400 с чем-то, ну, в общем, я так не знаю, если на 400 с чем-то набираю, что тебе продавец угощает тебя чем-то. Раньше она мне давно-давно дала скидку, потому что я там долго одно время закупался. Но что-то вот, в общем, мы давно, видать, себя друг друга не видим. Купила я себе, помимо роллов, вот палочки мне дали. Я не знаю, чем она меня угостила, на самом деле. Купила я себе горсточку фунчозы со всякой требухой. В общем, у меня есть как бы что есть, но вот если бы один товарищ не вылез у меня перед глазами, не встал в позу, будто бы он случайно тут встал, мне бы не пришлось его обходить и в магазин заходить. Видимо, это то, чем меня угостили, потому что тут корейская морковка и капуста. Этого я не помню, что брала. Я бы немножко взяла с фаржи, тоже горсточку с этой самой с морковкой корейской. Мидии уже готовые. Их можно с макаронами вареными смешать. Тут мне положили этот соус, салат чука и сами роллы. 170, что ли, рублей, или 160, я что-то не помню. Тут, в общем, лосось и угорь. Все это слегка масляное и надо отправить обратно в пакетик, потому что оно не с собой, по-моему, как-то обмасливалось. В общем, чувствую, я сейчас вместо щей буду есть вот это все. Ну, не сразу, но частично. И еще я зашла в Ермоле на столе, что-то там не была. Сначала хотела купить килограмм, а потом думаю, я что-то все не допру. Сколько у меня тут? На 147 с копейками вышло. В общем, пельмени классические чуть больше, чем полкило. Пакет 4 рубля, блинчики с торогом чуть меньше, чем полкило. 6 штук, блинчики с вареной сгущенкой. 120 грамм 2 штуки. Видимо, по 60 грамм блинчик. В общем, блинчики с вареной сгущенкой. Зная их, сожрешь, много бош, как колобок. Хотя мне девочка, которую я встретила, делала комплименты, сказала, как-то так в лучшую сторону изманулась. Мне сказали, что я всегда была какая-то таким чемпионцем с какой-то своей. Ну, в общем, я и вкратце объяснила, чем отличаются Linux и FND. Тут у нас блинчики с творожком и полкило, по-моему, классических переменей. Чуть больше, чем полкило, 588 грамм в деревню. Вот такой у меня обзор жратвы. Все-таки я решила его записать. Ну, чтоб там был как-то, а то я ни черта не снимала. Тут чисто на цепи с нескольких текстов записала даже спелла. Мне так это нравится, в какой пропорции там идет вот дизлайк уже 37 штук. Вот интересно, до 80 или до 100 на этой неделе. наберется ли вообще за неделю, пока я тут бытовать буду. Короче, всем спасибо. Пойду я в темпе вальса переводить вампира и тайпить Никитосу Хамуру. Всем пока!